День Победы Праздник мира в стране и весны. В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся в семьи с войны. В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, подарившим народам победу и вернувшим нам мир и весну. 9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый возменование победы в Великой Отечественной войне 1941 по 1945 годов. В 1941 году началась самая страшная, самая кровопролитная Великая Отечественная война. Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939 по 1945 годов, началась 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры, напала на Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, Италия, Словакия, Финляндия, Венгрия и Норвегия. Война длилась почти 4 года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. В своих агрессивных планах гитлеровцы главную ставку делали на молниеносную войну. В течение полутора-двух месяцев разгромить Красную Армию, захватить Москву и Ленинград, промышленные районы Европейской части СССР, выйти на линию Архангельск-Волга и мощными ударами авиации по индустриальным районам Урала побеноносно завершить войну с Советским Союзом. Однако расчеты оккупантов на быструю победу над советским народом потерпели крах. Советские войска в кровопролитных сражениях измотали противника, вынудив его перейти к обороне, а затем нанести врагу ряд крупных поражений. Советские воины разгромили фашистские войска в крупнейших сражениях под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии и Прибалтике. Очистив территорию СССР от врага, они, взаимодействуя с армией союзников по антигитлерской коалиции, в мае 1945 года завершили разгром фашистской Германии. Дорогой ценой далась победа Советскому Союзу. Общие людские потери советского народа составили около 27 миллионов человек. Окупанты полностью или частично разрушили 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень. Отечественная война, трагедия, вошедшая почти в каждую советскую семью, окончилась победой СССР. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени. По московскому времени 9 мая в 0 часов 43 минуты. В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией, указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. В указе 9 мая объявлялся Днем Всенародного Торжества, возименование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 9 мая 1945 года повсеместно состоялись народные гуляния, многолюдные митинги. В 22 часа был произведен салют 30-ю артиллерийскими залпами из 1000 орудий. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Рокоссовский, принимал парад маршал Жуков. На параде торжественным маршем прошли сводные полки всех фронтов. Впереди сводных полков шли командующие фронтами и армией. Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавши знамена побежденных немецких войск на помост у подножья Мавзолея. В период с 1945 года по 1947 год 9 мая являлся выходным днем. Затем объявлен рабочим днем и в год 20-летнего юбилея Победы указом Президиума Верховного Совета а 26 апреля 1965 года день 9 мая снова был объявлен нерабочим. 9 мая 1965 года на Красной площади в Москве впервые после окончания войны был проведен военный парад. После этого до 1995 года в День Победы парады проводились лишь в юбилейные годы в 1985 и 1990 годах. 9 мая 1995 года во знаменовании 50-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве на Красной площади состоялся юбилейный парад участников войны и тружеников тыла военных лет с подразделениями Московского гарнизона. В соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 года об увековечении Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941 по 1945 годов день 9 мая объявлен всенародным праздником – Днем Победы. Он является нерабочим днем и ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салютом. С 1965 года в этот день радио и телевидение проводят специально торжественную траурную передачу «Минута молчания». С 2005 года за несколько дней до Дня Победы стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом Георгиевская ленточка – символ памяти, связи поколений и воинской славы. 9 мая также проходит общественная акция памяти «Бессмертный полк», представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые она прошла в Томске в 2012 году. С тех пор акция стала неотъемлемой частью празднования 9 мая во всей стране. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников, как в России, так и в странах СНГ. Война всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Кино идет, воюет взвод, далекий год, на пленке старой. Нелегкий путь, еще чуть-чуть, и догорят войны, пожары. Счастливый май, любимый край своих солдат, встречай скорее. От ран обид земля дрожит, теплом души ее согреет. И все о той весне, увидел я во сне, пришел рассвет и миру улыбнулся. Чтоб юга отмела, чтоб небо развела, и прадед мой с войны домой вернулся. В легком бою, в чужом краю, пусть берегут любовь и вера. Чтоб больше их пришло живых, и рядовых, и офицеров придут весной. Как прадед мой, и в дом родной, откроют двери. Я помню свет, далеких лет, в свою страну я буду верить. И все о той весне, увидел я во сне, пришел рассвет и миру улыбнулся. Чтоб юга отмела, чтоб небо развела, и прадед мой с войны домой вернулся. И все о той весне, увидел я во сне, пришел рассвет и миру улыбнулся. Чтоб юга отмела, чтоб небо развела, и прадед мой с войны домой вернулся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...